Тысячи человек прошли в праздничных колоннах по мосту и центральным улицам города. Возглавили первомайское шествие юные кадеты. Примерно около ста человек. А уже следом за ними шли школьники, студенты и рабочий класс. Дети мне победимая, Москва моя, страна моя, ты самая любимая. Мир, труд май в этом году совпал с празднованием Пасхи Христовой. Православные горожане отмечали этот светлый праздник на спортивной набережной. Со сцены звучали поздравления и известные народные песни. И, конечно, большая очередь выстроилась за пасхальными яйцами. Для верующих было подготовлено около двух тысяч освященных угощений. Перед вами весна, перед вами солнце. И мы стараемся тут немножко распогодить, чтобы настроение поднять людям. Празднование первомая и Пасхи совпало еще с городским открытием. Старый дворик Гума стал новой достопримечательностью Владивостока. В дворике гостей и жителей краевой столицы встречали герои эпохи Портофранко, создатели Гума Кунст и Альберс, первые коммерсанты города Чарльз Смит и Элеонора Лорд Прей. Также атмосферу того времени передавали музыкальные и танцевальные номера творческих коллективов. Мы рады, так или иначе, открыть, так сказать, наш замечательный красивый Гум, памятник регионального значения, с внутренней стороны не менее интересный, в стиле старых, настоящих духов вольного города Владивостока. Старый дворик, но на новый лад. За последние несколько месяцев здесь появились бар, кондитерская, гастроном, парикмахерская и антикафе. А ведь долгое время за зданием Большого Гума находился китайский рынок. В 2015 году началась реорганизация внутреннего двора исторического здания. Торговые павильоны снесли, старые кирпичные стены очистили и придали им винтажный вид. А мы еще в анонсе, я хочу сказать, хотим пешеходную зону продлить до дома Смитов, дома Элеоноры Прей, параллельно Светландской. И будет тоже такая пешеходная зона в продолжении вот этого дворика. И будет больше и больше таких уютных, красивых мест в нашем городе. Тем временем народные гуляния продолжались и на центральной площади. Добрая половина горожан после шествия, конечно, отправилась за праздничные столы. Тем не менее, площадь опустела только к вечеру. Люди подпевали, танцевали и участвовали в конкурсах. Алина Черненко, Александр Бортовщук, Новости на Восьмом.